Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 21 июня и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Единая европейская валюта начала новую неделю без особого оптимизма. Активность продавцов вновь усилилась на фоне того, что министр финансов еврозоны так и не удалось прийти к согласию относительно 12-миллиардной помощи Греции. В ходе встречи в Люксембурге министры отодвинули принятие решения до начала июля, обусловив выделение финансовой помощи выполнением Греции программы экономии и реформ. Дополнительное давление на единую валюту оказывает беспокойство инвесторов относительно ситуации в банковском секторе Европы и проблемных странах еврозоны, не сумевших поправить свое финансовое положение настолько, чтобы выстоять в случае объявления Греции дефолта. Несмотря на то, что кредиторам удалось сократить свои греческие риски на 30%, на их балансе до сих пор остаются проблемные облигации Португалии, Ирландии, Испании и Италии на сумму почти в 2 триллиона долларов. Агентство Moody's также не осталось в стороне от всеобщего давления на евро, объявив, что кредитный рейтинг Италии может быть понижен, принимая во внимание проблемы экономики этой страны. Курс пары упал в этой ситуации до дневного минимума 1,4191. Однако сообщение об увеличении Европейского стабилизационного фонда до 780 миллиардов евро против 440 миллиардов остановило снижение валюты и позволило паре начать восстановление. Стабильность фондового рынка и отсутствие плохих новостей из Греции также поддержали некоторое укрепление единой валюты, которое до конца торговой сессии сумело вернуть все дневные потери и зафиксировать максимум на отметке 1,4327. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, продолжение восходящей коррекции единой европейской валюты относительно доллара США и подъем ее курса ориентировочно к уровню 1,4456. Далее предполагаем разворот и возобновление нисходящего движения. Если продавцам единой валюты удастся продавить пару ниже уровня 1,4274, последует дальнейшее снижение евро в направлении 1,4250, 1,4191 и 1,4073. Британская валюта по-прежнему находит поддержку покупателей на каждом откате цены от предыдущего подъема. Однако попытки восстановиться выглядят не очень убедительно, продолжая удерживать валюту вблизи достигнутых минимумов. Вчера на азиатской сессии пара фунт-доллар на снижении протестировал уровень 1,6108. Решительный отказ правительства Великобритании от участия в оказании финансовой помощи Греции и выделения ей новых средств оказал существенную поддержку курсу британской валюты, который сумел подняться на этом фоне до максимального трехдневного уровня на отметке 1,6234. Тем не менее, поступающие слабые экономические показатели из Великобритании продолжают удерживать на рынке негативный настрой по отношению к британской валюте. А последние события на финансовом рынке усиливают беспокойство инвесторов относительно перспектив мировой экономики, повышая тем самым роль американского доллара как актива безопасности. Все это способствует сохранению давления на британскую валюту и продолжение снижения пары фунт-доллар в краткосрочной перспективе. На сегодняшних торгах предполагаем продолжение подъема пары фунт-доллар и завершение ее восходящей коррекции вблизи уровня 1,6260. Далее ожидаем возобновление снижения курса британской валюты к уровню дневного разворота 1,6181. Его пробитие приведет к дальнейшему снижению пары в направлении 1,6168, 1,6107 и 1,6078. Встреча министров финансов еврозоны преподнесла сырьевому рынку и рынку драгоценных металлов неприятный сюрприз. Решение о финансировании греческих проблем была отложено до начала июля. В связи с этим усилилась неопределенность в перспективах будущего экономического роста региона одного из крупнейших потребителей металлов. Рынки отреагировали на это первоначальным падением котировок. Фьючерсы на золото к началу американской сессии снизились на 7,61 доллара, достигнув дневного минимума 1,532,79 доллара за тройскую унцию. Серебро также повторило динамику золота, откатившись от цены открытия дня до отметки 35 долларов 24 цента за тройскую унцию. Однако создание нового правительства в Греции и обещание премьер-министра довести до конца требуемые реформы поддержало интерес инвесторов к покупкам металлов. Спрос на золото по итогам дня вновь восстановился к уровню 1539 долларов 14 центов за тройскую унцию, а фьючерсы на серебро вернулись к утренним котировкам 36 долларов 5 центов за унцию. В экономической статистике вторника Великобритания опубликует майские данные по объему заемных средств государственного сектора, а также баланс промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников. Евросоюз представит данные института ЗЭВ по индексу настроений в деловой среде региона за июнь месяц, а также индексы настроений деловой среды и текущей ситуации в Германии. В США будет опубликован объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.